Так и будет. Так что давайте смотреть, будет очень интересно. Итак, на беды шайны за террористов. Москва, Файр, Законтров и Аркада Тромшка от Хека уже по центру. Давайте посмотрим за Хеком. Встречает у нас малую комнату, врывается, делает... Ничего он не делает, он, к сожалению, умирает. Но размены у нас делает Фокс, Эдик и в итоге ситуация 2 в 3. Контры в меньшинстве, Доси, Ромушки остались у нас на центре и будут идти через ДЛ и через дом, видимо. Да, именно так. А терроры у нас отошли... Ой, хитрые нато с Винцери. Фактически уже прошли на б-планет, но решили отойти и в итоге видим мы, что обхитрили. Обхитрили они москвичей. Ромушки и Доси понимают, что на б-планете уже никого нету. Идут на А, а на а-планете-то тоже никого нету. Наверешили пойти через Каты. Но сейчас будет встреча, да, Доси встречает из дома. Может там неплохо кого-то покоцать, причем, да, очень неплохо коцать от Маркелова, Зеуса. Доси минус! Да, очень хорошая позиция была Доси, прикрывал он себя с правой стороны. Стеной. Отличный минус от Старикса. И в итоге 1 в 2. Ромушки, смотрим за Романом. Затыкали. Затыкали Рому и первый раунд за Нави. Отдача в Moscow Five. При этом я вижу у них диглы. Так что это будет не такая уж и отдача. Moscow Five Sides своими диглами, своими какими-то аркадами. Поэтому такие раунды от них, они всегда очень опасны. Тем более это Детускан. Здесь можно от них ожидать вообще всего чего угодно. Так что с ними шутки плохи. Но видим мы, что пока у Нави все получается хорошо. Они делают 3 минуса и можно немножко отвлечься и тут продолжить кое-что исправлять. Чтобы все было совсем хорошо. Вот. Теперь все великолепно. Просто великолепно. В обеих сторонах все идеально. И мы ждем окончания этого раунда, чтобы выйдет следующий раунд. В нем закупчиков тоже, наверное, не будет. Были диглы, да. А вот потом будет закупочка Moscow Five. И я надеюсь, что мы увидим что-то очень интересное. Напоминаю, что в случае победы Moscow Five на этой карте у нас будет 3-я карта. Это будет Death Dust 2. Что само по себе будет очень интересно. Между этими командами, мне кажется. Так что, если вы любите Counter-Strike, любите красивые матчи, так как люблю их я, то, я думаю, вам тоже стоит болеть за Moscow Five на этой карте. Чтобы вся эта феерия продолжилась как можно дольше. Ну и для тех, кто не помнит, я напоминаю вам, что сегодня у нас в 12 часов ночи, то есть через час с лишним, нас ждет еще одна игра. WinFact против Fnatic. Две европейские команды, скандинавские. Очень сильные команды. И игра, я думаю, будет тоже, ну, не из легких. Конечно, понятно, что Moscow Five на Винтереснее. Все-таки наши соседи, ну, я имею в виду украинцев, для кого-то наши соседи, это Moscow Five. В любом случае, обе команды, так сказать, близкие сердцу. Но я уверяю вас, Fnatic, в WinFact игра будет не менее жесткой. Так что, те, у кого хватит сил, обязательно присоедайтесь к нам в 12 часов ночи. Будет здорово. 3-0. И, наконец-то, первый закупочный раунд от москвичей. Я вижу, у них М-ки. Есть ли АВП? Есть ли АВП у Доси, либо у Хек? Ну-ка, посмотрим. Нет. Не хватило деньжат, либо ненужным АВП, исходя из их тактики. У них одни М-ки. Поджим по зигзагу. Поджим от Эдика по банану. Ну, давайте посмотрим за Эдиком. У него там есть неплохий шанс убить одного человека в малой комнате, который стоит в углу. Если, конечно, Эдик... Да, вот именно этого человека, который я вам показываю сейчас через стену. Если Эдик решится на эту аркаду, может быть, кинет кто-нибудь зигзага флешечку, то может получиться что-то очень интересное. Отличный тайминг от Эдика. Тут еще и Фоксом очень помогает с зигзага. И для Хэп начала раунда, несмотря на то, что очень мало ХП. Сейчас, ох, умирает Хек. Ситуация 3 в 4. Не очень хорошая. При этом у Фокса, у Эдика и у Ромушки у них с ХП. В общем-то, беда. Беда с ХП. Особенно у Фокса и у Эдика. И сейчас вот эта ситуация, несмотря на численные преимущества, может обратиться и в печальку. Минсует Досио, причем у которого было 100 ХП без разменов. Отвалился Михаил Столяров. И в итоге Фокс 8 ХП. Ну, очень мало. Смотрим. Сейчас будет попытка кого-то заспреить в дым. Причем там тоже неплохие шансы есть. И у Московаев. Обе команды очень косные. Видим мы, что 3 в 3 и все красные. Все красные. Так что, ох, Ромушки в дым заспреивает с Тайксом. И 3 в 2. Маркелов у нас за ящиком. Убивает еще одного Ромушки. И Маркелов 1 в 3. Смотрим за Мариком. За Егором Маркеловым. Что же он будет делать в этой непростой для себя ситуации? Отличный минус. Минус 2. И будет ли минус 3. Смотрим за Егором. Отличная игра. Ведет, стрят Маркелов. О май гад. 4-0. И раунд за Нави. Хотя, казалось бы, совсем он был уже в руках у москвичей. Но нет, Маркелов показывает великолепную индивидуальную игру и берет раунд. Думаю, сейчас все его просто бьют. Ну, бьют по спине. Я думаю, хлопают. То есть, в позитивном смысле. То есть, не избивают Егор, за то, что он взял раунд. А то есть, дружески его подбадривают. Скажем так. Аркада Доси от Хека по центру. У Ромушки. Я вижу, у Ромушки великолепное оружие. Давайте посмотрим за Романом. Где Роман? Вот наш Рома. Он почувствовал себе силу Колона. Причем Доси. Что творит Доси? Минус 2 Дигла. Рома, что творит Москов 5? Вот, Москов 5, мега непредсказуемая команда. То есть, ну, сами Дигл и Скаут. Что они могут сделать? Казалось бы, а вот, минус 2 Дигла, минус от Скаута и сейчас Нави уже 2 в 4. Неужели Москов 5 возьмут этот раунд? Ну, я не знаю. Это будет что-то невероятное. Я просто буду очень удивлен. Скажем так. Смотрим за Стариксом, за Деусом. Минус утромшки. Доси, размены 1 в 2. Старикс смотрим за Сергеем Ищуком. Врывается он. Минус 1? Нет. На больше его не хватает. И раунд за Москов 5. Что творят москвичи? Это просто что-то unbelievable. Просто unbelievable взять раунд буквально Диглом и Скаутом. Ну, ребята, это вообще... Это достойно уважения и похвалы и вообще всего чего угодно. Думаю, сейчас многие со мной согласятся. Но смотрим. Нави тоже не луком шиты. Может быть, просто неожидание такой невероятной игре от Москов 5. Размены на центре. Хек сделал минус 7. Достал в руки боевой пистолет и вместе с ним умер. В итоге 34 ситуация. Террорист уже на Апланте. А где же у нас Москов 5? Фокс, Эдик, Ромушки. Что у нас сейв будет? Пока непонятно. Видимо, что Фокс обходит спину. Причем, встретится он с Деусом сейчас. Они оба решили зайти друг в другую спину, но Фокс оказался в этой ситуации чуть-чуть проворнее, чуть-чуть смелее и сильнее. В итоге ситуация 3 в 3. Фокс очень коцанный. И М5 уходит на сейв хладнокровно. Не дергаюсь, уходит на сейв. В принципе, все правильно, потому что АВП. Плюс у Фокса очень мало ХП. Из этого, конечно, получился бы, скорее всего, отданный раунд. А так они взяли себе три девайса. Причем, три хороших девайса, два калаша, одно АВП. И гораздо логичнее сделать в следующем раунде двум тиммейтам Хеку и Доси до кубочку и в следующий раунд нормально сыграть уже 5 на 5, а не... Ох, умирает Эдик. Обидно. Обидно. Мог он спрятаться нормально. 5-1. НАВИ берут и этот раунд тоже. Эдик у нас снова привычно держит Банан, Ромушки держит Зигзаг, Хеку на центре и Доси с Фоксом два брата Акробатом. Братья Стрелирова держат нас коты вместе. Как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Санитаром и с Тамарой. Вот так у нас и Фокс с Доси. Не в плане, что они санитары, а в плане, что они ходят парой. Минус от Москву 5. Пока вот я вспоминал детские какие-то стежки. Тут, в общем-то, и раунд уже подошел к концу. Старикс, идем в 4. В этом раунде на Ви ничего не получилось. Ну и смотрим за Стариксом. Он дает флешку и Доси вырывается и красивым минусом ставит точку в этом раунде. Не зря ребята с Севери в предыдущем раунде свои ганы. 5-2. И АВП у Эдика. Давайте посмотрим. Ну, он, скорее всего, будет держать с ним, как всегда, стандартно банан. Будет даже Аркадий, скорее всего, с ним. Да, Эдик у нас держит Б. Ну, ребята, с Натус Винцери мы видим за кубочку. Вижу я калашики, вижу за хаешечки, флешечки. То есть у них с негами все отлично. 5 раундов достаточно для того, чтобы иметь хороший бабосик в вышелечке. Так что этот раунд они могут позволить себе сыграть в полной боевой готовности, так сказать. С раскидочкой и с нормальным оружием. Поджим от Хек от Фокса по центру. Эдик с Ромушки также поджимают банан и зигзаг и Доси поджимают коты. То есть, видите, атака по всем фронтам. Абсолютно по всем. И не очень хорошо это получилось на Апланте. Не очень хорошо получилось пройти коты и центр. И в итоге по числу оставшихся живых людей ситуация в пользу Натус Винцери. 3 в 2. Сейчас Ромушки великолепный минус. Просто Зевс он впечатывает в стену и теперь ситуация стала гораздо более благоприятной. 2 в 2. Старик на планте. Сеня тоже около планты. И Эдик контролит у нас все это дело. минус 2 от Эдика и от Ромушки. Ну, по минус 1 от каждого. В общей сложности получается минус 2 от Москоп 5 и третий раунд за москвичами. Поздравляем их, поздравляем их с этим и надеемся, что они ну, только что это только начало, скажем так. Хотя, мне кажется, на Тускане за Москоп 5 переживать вообще не стоит, даже если счет будет 12-3 в пользу Нави, потому что мы уже видели великолепный камбэк от Москоп 5, ну и вы сами видели вот дигловый раунд этот со скаутом. Эти ребята на Тускане чувствуют себя как, не знаю, как рыба в воде и скоро уже можно будет говорить не как рыба в воде, а как Москоп 5 на Тускане. Это будет гораздо более логично. 5-4 убивает отдачу Москоп 5 и приближается еще на 1 очко ближе к тому, чтобы догнать Нави и сравнять счет. Холд от Нави в двух комнатах, двое в малый, двое в большой и Зеус около малой тоже. Что будет делать на Тускане 5? Наверняка не будет снова Аркадий пытаться выйти под флешки. Смотрим. Хек и Фокс близко на котах, Досе на планте, Ромушки около центра и Эдик на зигзаге. Пока, правда, мы не видим никаких активных действий. Флешка у Доси. Нет, видим мы, что, скорее всего, будет атака по котам. Доси даст флешку. Вот так вот. И два контрана забегут, будут атаковать всех здесь террористов. Главное, чтобы это было в тайминг, чтобы в этот момент здесь кто-то действительно был и мы увидели что-то интересное. Дается дым. Но пока здесь никого, в общем-то, нет. Дается флешка, выходит контры и все, как я говорил, но никого нет. Мы в тайминг не попали. И атака террористов под Б-план, судя по всему, по зигзаг. Эдик делает первый минус. Да, именно на Б-план будет атака у Нави. Скорее всего, в принципе, они пока находятся на зигзаге, у них есть время перейти и под А, и под Б. Но, учитывая, что Старикс перемещается на зигзаг, это будет атака под Б. Смотрим мы за Эдиком, за Ромшки. И сейчас Досе, Хеку, конечно, было бы тоже неплохо пойти поближе. Сентимейтам дается инфа, минус от Эдика, отлично. Дается флеш, где у нас Ромшки. Ромшки встречает у нас тоже в упоре. Старикс неплохо играет с АВП. Эдвард убивает Хека, как же так? И Эдика зажимает, он не успевает ничего сделать. И в итоге Фокс, Досе, вся надежда на этих двух ребят. Фокс поджимает, поджимает, он в бананы и отлично минул спину. 5-5, что сравнялся. Москвичи дали жару. Встреча на Зигзаге нас ожидает, видимо, размены. Ромшки делает минус 2, его тут же разменивают, жесткие размены, 2 в 2, 2 в 1, и Досе 1 в 2, 100 хп против Маркелова Эдварда, и его накаливает Маркелова в заезд. Очень, очень хорошо, он вышел в тайминг. Жаль, что не убил нормальную спину, но очень сильно Досе накалил, здесь хп осталось у Михаила Старлирова, и Миша приходит идти в дом, при этом он догадывается, думаю, что, догадывается, что атака именно на Б, или что? Да, знает он, что это Б-плант, и сейчас будет у нас что-то интересное. В Рим идет, хп у Доси очень мало, и сейчас, если ему повезет, но нет, вот Эдвард контролит в упоре, скорее всего, Дося просто улетит сразу же от рук Эдварда. Да, Эдвард без проблем забирает Доси, он слишком мало хп было у Доси, можно отметить Маркелова в спину, очень хорошо сыграл. 6-5, Нави впереди. Маскоты у нас, вот надо с Винцарем, абсолютно все идут по котам, отлично, Мисотсени просто на стрельфе, шикарно поймал Хека, Хек просто отвалился, убивают, нет, Досю не убивают, Досю должны были убить из его позиции, но Досю сделал минус 2, Фокс взрывается. Наконец-то наказали Досю, и Старик садим в 2, снова в сложной для себя ситуации, зажат в тупой нычке, и его тут просто взрывают без шансов, счет 6-6. Видим мы качельке, то одна команда берет раунд, то другая, скачут, они идут в притирку друг к другу, наступают друг к другу на пятки, в буквальном смысле. Аркада темпять, видим мы Фокса, Ромушки, Нати Благи, отдача у Нату с Винцарем, и этот раунд, скорее всего, танец за Москуфайф, потому что тут нет даже деглов у Нави, они полностью сливают. Такие раунды, конечно, мне не отдаются. 7-6, М5 вырвались вперед, впервые за всю карту, по-моему. А так она у нас собирается от Нату с Винцарем, видим мы двое в кишке, Старик с подкотами, Сеня тоже, и Элвард тоже. Будет у нас сплит на А, своеобразный, двое кишкам, трое коты, и сейчас у нас все зависит от, от кого, давайте посмотрим, здесь у нас есть Доси, есть Фокс, неудобный, он полиция взял, для того, чтобы контролить дверцу, и в итоге видим мы, что они просто отваливаются, все отваливаются, без борьбы, на Аплант, ну, с борьбой, но, тем не менее, на Аплант Нату с Винцарем спокойно заходит, вот да, Старикс написал, флешки ждете, и Доси пишет, офкорс, да, не ожидали, что, не ожидали, что Нату с Винцарем выйдут без флешек, выйдут просто и поймают их с флешками в руках, в итоге бомба у нас диффузится, и эти там, у, Зеус, отличный фраг, просто великолепная реакция, 7-7. Так, я снова с вами, извиняюсь, немножко меня отвлекли, последний раунд в первой стороне у нас на наших экранах, ромушки в аркаде, по центру, в фокс, все аркады, в общем, цхек, и наверняка есть коты, да. Доси по котам, масс аркада, фокс и дигл, ну и смотрим, мозг у файф, мастера аркад, ну и, смотрим, смотрим. Размен на центре, и пора уже, пора уже выходить Михаилу Столярову, делать минуса. Ох, ловит тайминг, шикарные минуса, и два в один, Зеус, у, у, у него есть шансы, есть шансы, у ромушки очень коцаный, и если убивать Романа, то потом против Доси, ох, это еще он против Доси, сделал такие отличные минуса, но нет, ромушки, отличный хэдшот, 8-7, и спина сторон. Посмотрим, как москвичи сыграют в атаке, посмотрим, как Навин сыграет в защите, в принципе, 8-7, для обеих команд неплохой счет, есть от чего играть, и смотрим, наверняка будет какая-нибудь аркада, или нет? Нет, Нави в этом плане не такие аркадные, как в Москове, хотя вот видим мы, что Эдвард, Старик, Зеус, да, есть все-таки аркада, изначально я был прав, и сейчас этот поджим либо сыграет на руку, надо в свинцере, ох, дает кому-то в голову, минусует ромушки, минусует хеха, и да, аркада сыграла свою роль, очень позитивную, а Москова показались не готовы, с минуса от Эдварда, ох, минус, что делает Эдвард? Да, Эдвард тут, король в пистолетах, сделал минус два, Эдик вместе с ним, сделал минус два, но раунд в итоге остается за НАТО в свинцере, счет 8-8, и первый этот раунд обеспечивает им еще, соответственно, следующий, отдача у Москова, сейчас они не будут рисковать, вижу я пару диглов, или что, диглбай? Да, похоже, диглбай от Москова, уфайф, даже граната, да, полностью диглбай, масс диглбай, поджим по зигзагу, 4 хп у Эдварда, сейчас могли спокойно убивать Эдварда, видимо он был белый, либо, не знаю, причин того, что он как-то странно очень пятился, скорее всего, его обфлешили, и в итоге, два в четыре ситуации, у Фокса есть Эмка, и Эдик с диглом у нас на зигзаге, Фокс реализует свое М4А1 где-то на банане, вот он у нас сидит и делает минус, и в итоге, два в три ситуации, при этом Эдвард очень коц, но убивает Фокса, нужно убивать было Эдварда, если бы Эдварда убили, не оставили бы 4 хп, ситуация была бы гораздо более позитивной, и играть было бы гораздо легче, взрывает Эдварда, и 1-2 Эдик, ему крадутся уже в спину, а бомба лежит у нас где-то на банане, судя по всему, или где у нас бомба, смотрим, не видно у нас бомбы на карте, к сожалению, на овервьюшке, и Эдик бесславно пал, раунд за Нави, 9-8, украинцы вырываются вперед, полубай, от Москов Пайфи же Эдиклы, Калаш, Галил, и, наверное, если бы это были бы не Москов Пайфи, я бы сказал, что зря они это делают, все-таки это очень рискованно, и вряд ли такое прокатит, но это ребята из Москов Пайф, и они способны нас удивлять совершенно невероятными действиями, так что давайте просто посмотрим, возможно, мы увидим, что это очень интересное. Проход по зигзагам, проход по банану будет сплит на БМ, и тут рядом есть контры, давайте посмотрим за, 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 ну где же у нас контры, тут уже поджимает эту спину, и давайте посмотрим за Зелусом, он сейчас будет ловить банан, тут как раз выходит у нас гановый ребят из Москов Пайф, Зелус с ними стреляется, и отходит на более безопасную позицию, нет, в этом раунде мы от Москов Пайф ничего интересного не увидели, по крайней мере, по исполнению, и в 10 раунд без проблем переходит к Украине, там, 10-8, пора по москвичам вспомнить о том, что если эту карту они проиграют, то и этот матч они тоже проиграют, соответственно, не видать им полуфинала и не видать им топ-4. Ну, или топ-3. А это, в любом случае, не очень хорошо, я думаю. Выход по центру от М5, у них блоки, полный слив, наконец-то они решили сделать полный слив, чтобы в следующем раунде нормально скупиться ганами, калашами, может быть, даже кто-то закупит АВП, и 11 раунд за Нату с Винцарем. Наконец нормальный бай, видимо калаши, видим флешки, есть закупка, и что же придумают москвичи? Быстрый выход по зигзагу, здесь у нас отлично убивает Старикса, Старикс, по-моему, выстрела не успел сделать, без шансов его убили, поджимает тени у нас по кишке в аркаде, и учитывая, что в кишке у москвичи вообще никого нету, да и в большой комнате тоже никого нету, это довольно хорошо. Хотя вот Эдик оттягивается в большой комнате, сейчас я не могу это удивить Идоси и Эдика, и кто знает, возможно, москвичи сейчас еще и перетянутся под коты. коты. Смотрим за Сенечкой, ждем, когда он вылезет из кишки и начнет удивлять. Нет, Сеня, похоже, решил не удивлять здесь никого, дал инфу, просто что есть люди под котами и спокойно отходит на сам Аплант. Аплант. Три в три ситуация, Фокс уже на Б. И остальные террори тоже перетягиваются на Б-план, так же как и контры. Убивают Фокса, к сожалению, бомба у Хека. Хек разминивает Эдварда и сейчас будет ставить бомбу. Ставит он ее на банан. Доси сейчас будет отрезать. Отличный минус от Доси и в итоге один в два, Сеня. Давайте посмотрим. Минус от Хека. Отличный сыграл Александр Запков и счет 11-9. Москов 5, похоже, гнялия моим словам и вспомнили, что если они проиграют, то, как я уже сказал, не видать им топы 3. А топ 3 им нужен, я думаю, очень даже. Турнир хороший, команды хорошие и надо занимать, конечно, побольше призовых мест, чтобы уже так стабильно влиться в топ 3, ну, мировой топ 3. Пока они все-таки скорее где-то в топе 5, потому что обыгрывать прямо стабильно таких коллективов, как СК, как ЕСЦ, у них, ну, не получается. Они играют на равных, то есть бесспорно, выигрывают у них карты, на, показывают великолепную игру, но им не хватает буквально вот совсем чуть ток. То есть, фактически они играют на 99%, на 100. Вот, одного процента мне хватает, и когда они смогут сыграть на полную, они войдут прямо-таки в стабильный топ 3, я думаю. Ну, а мы возвращаемся к нашим баранам, я хотел сказать, но все-таки давайте не будем говорить такие фразы, это может восприняться двузначно, поэтому возвращаемся на карту Детус Кан, Старик с отличной аркадой, поэтому двоих контров, двух терроров, точнее, двух терроров. Если бы это были два контра, это было бы тимкил. И в итоге три в три ситуации, Фокус готов выйти по котам, Эдик у нас выходит уже через дверь, дается флешка, Эдик выходит, чехать никого не видит, и Зеус сейчас, боюсь, будет делать дела. Зеус заходит у нас в спину, делает великолепный минус, бывший капитан Атос Винцери дает инфу, что в планте есть один из террористов, и ромшки у нас с бомбой перетягиваются на Б-плант, очень умно, но очень сложно, потому что Роман остался один в три. Роман Макаров, ситуация один в три, прямо вот можно на хайлайт сейчас стрелять ему по головам, а вот получится у него это или нет, мы сейчас увидим, буквально через пару секунд. Нет, не получилось Романа сделать хотя бы один выстрел, нормальный, в голову я имею ввиду, и в итоге этот раунд переходит к Нату с Винцери, счет 12-9, всего 4 раунда остается Нави для того, чтобы победить и выйти в полуфинал. Аркада по зигзагу от Эдварда и Маркелова, видим активно, аркада отделался по центру, аркада по бананам, наверняка, и здесь аркада по котам, то есть, если ребят аркадит, то действия они довольно стандартные, аркада по всем фронтам, а и сейчас эта аркада срабатывает, видим мы, что минуса в пользу Нату в Свинцери, но смотрим, что будет дальше, кто знает, 2 в 3 ситуация, почему бы ее не разыграть и не сделать нужные фраги, тем более, что каждый из москвичей способен сделать по минус за, по минус 3 в легкую. Фокс 1 в 3, к сожалению, Эдик не справляется, Фокс делает минус 1, Маркелов у нас пытается войти в дверь, но нет, она не открывается, она не открывается, и этот прячется у нас в малой комнате, Фокс здесь пока никого не видит, пытается найти, простреливает, дает хорошо Эдварду в голову и должен именсовать 1 хп или 2 хп у Эдварда, не больше, 2 хп у Эдварда Иоанна Сухарева и в итоге вдвоем Маркелов помогает своему тиммейту. 13 раунд за нами, хочется признать, что отлично была от них аркада, мозг 5, конечно, тоже аркадили, но у них аркада была не такая впечатляющая и не такая стабильная, то есть здесь прямо стабильные минуса мы видим от Нату Свинцери. В итоге москвичам сейчас нужно срочно собираться, этот раунд они решили полностью слить, правильно делают, счет станет 14-9 и вот потом будет момент истины, либо это камбэк будет от М5, им нужно будет взять целых 6 раундов подряд, для овертаймов, а для победы еще 7 даже, либо Нави уже дожмут ребят из мозг 5 на Детускане и тогда к сожалению мы увидим ГГ на этой карте и соответственно ГГ в этой игре и приклашение дальнейшей борьбы мозг 5 в этом турнире. Ну да ладно, не будем забыть вперед, пока видим мы, что Достилет минус Дегла, его тут же разменивать и раунд за Нату Свинцери. Счет 14-10, ой 14-9, извиняюсь, 14-9 и закупка от мозг 5 в момент истины настал, либо сейчас, либо никогда. первые минусы к Деусам, видимо, что М5 пошли нам все под коты и Старикс тоже делает отличный минус с АВП, остальные тоже пытаются выйти, нужно срочно выразменить, здесь есть размен, Маркелов тут тоже не остается в долгу, минус 2 от Марика и 1 в 4, похоже, похоже, ребятам из Москов 5 эту игру уже не вытащить. 15-9 и для победы Нату Свинцери нужно взять всего один раунд, всего один раунд для победы, либо это будет жесткий камбэк на взглядение от Москов 5. Я, конечно, уже говорил, что москвичи способны делать невероятные камбэки, но как-то мне пока в это слабо верится, тем более, что в этом раунде у них очень плохая закупка, Галил, Калаши и Дигл должен быть хотя бы один точную. Нет, три Галилы, два Калаша. Ну, смотрим, смотрим, возможно, если что-то получится. Аркада по Зигзагу от Деуса. Старикс стабильно делает минуса. Старикс минус 2 на центре. А Фокс тем временем зачищает у нас Зигзаг. Два в три ситуации Фокс и Хек. Они понимают, что на их плечах лежит судьба этой игры. Если этот раунд они не подачат, то все, это печалька, это ГГ, и тут уже ничего не сделать. Старикс, ох, отличный выстрел. По Стариксу минусует Фокса и Хек. Это ГГ, это ГГ, 16-9. К сожалению для всех болельщиков российской команды она прекращает свою участие на этом турнире и, к сожалению, через четвертьфинал, через НАТО с Винцей они пробиться не смогли. Таким образом, это 2-0 по картам. Нави проходит дальше, проходит в полуфинал, а Москва и Фаев отправляются спать, ну, или что-нибудь другое делать, я не знаю.